Борьба с заторами продолжается. Временно исполняющий полномочия главы города Игорь Чебыкин осмотрел ход работ по устройству заездных карманов к остановкам общественного транспорта. А пробировать проект по созданию карманов решили на одной из самых загруженных улиц – Куконковых. Здесь по всей длине устроили несколько подъездов к остановкам. На пересечении с улицы Первая Полянская сделали еще две полосы для поворота, по одной в каждую сторону. Места было мало, рассказывает подрядчик. Водители толпились, создавая аварийные ситуации. Какие работы были произведены? На уширении была выемка грунта, усилена дорожная одежда, песок, щебень, двухслойный асфальтобетон и посадочные площадки для пешеходов, окончены бортовым камнем и поставлены павильоном. Заездные карманы должны увеличить пропускную способность автомобилей. Водителям не придется ждать, когда автобусы и троллейбусы будут высаживать горожан. Кроме того, сделано это и для обеспечения безопасности пешеходов и пассажиров. Идея устроить карманы существовала с 2009 года, но воплощение получила только сейчас. Это дорогостоящий проект, потому что вот такое расширение обошлось в 4,7 миллиона рублей по улице Куконковых, организации вот этих карманов. Бюджет еще не принят городской. И по мере того, как мы будем верстать бюджет, соответственно, будет появляться список тех улиц, в которых будут появляться соответствующие карманы. На Куконковых дорожный ремонт в финальной стадии. Впереди приемка работы. Завершено создание карманов на улице Любимого, остановка областная больница, генерала Хлебникова в районе дома номер 6 и остановка железнодорожный переезд на улице Парижской коммуны. Мария Смирнова, Денис Денисов, РТВ Иваново.